Перед тем, как приступить к самому разбору книги «Деяния апостолов», я хотел бы еще раз окинуть взглядом эту замечательную книгу и остановиться на отдельных пунктах. Повторю то, что уже сказал раньше. Наилучшим названием для нее было бы «Деяние воскресшего Христа посредством Духа Святого через свою Церковь». Но ради удобства в наших беседах мы будем называть ее просто книгой «Деяния». В нашей предыдущей беседе мы уже отметили историческую ценность этой пятой книги Нового Завета. Достоверность ее неопровержима. Многие достойные уважения историки, заслуживающие всеобщее доверие, после тщательного исследования пришли к заключению, что Лука не только является автором этой книги, но что Лука сам был достоин звания историка, и что подлинность написанного им полностью подтверждается. Так что эта богодуховенная книга входит в библиотеку, состоящую из 66 книг свершенных писаний. Допустим, что у нас не было бы этого исторического документа. Нам, во-первых, трудно было бы понять остальной Новый Завет. Мы бы не знали, что произошло сразу после смерти, воскресения, восхищения Иисуса Христа, и того, как начало свое существование Церковь, или как исполнилось обетование Христа о пришествии Духа Святого, и вообще, как началась новая эра христианства. Вот почему книга Деяния – одна из самых замечательных и из важнейших книг во всей Библии. Она повествует нам, как произошла самая большая и важная перемена в истории народа Божия. Поэтому она является ключевой книгой, открывающей значение всего Нового Завета и, можно сказать, всей Библии. Вот почему, дорогие мои, хотя мы разбирали уже эту книгу несколько лет тому назад, но пошли нужным еще раз возвратиться к ней и провести более тщательный разбор этой книги. Это не значит, что я хочу что-то изменить, что якобы некоторые мои взгляды и понятия в течение этого времени изменились. Нет, не в этом дело. Мое желание – снова вникнуть в эту книгу. Да, вникнуть в нее при помощи Духа Святого глубже, с верой, что Он даст нам новые, живые откровения из этой чудной книги. Ведь в ней Дух Святой дает нам чудный образец того, каким Он нас хочет видеть. Лучшего образца вы нигде в Библии не найдете. Книга Деяния является живым примером, идеальным образцом, каким Христос хочет, чтобы мы были, мы – христиане. Христос учил и наставлял Своих учеников в четырех Евангелиях. Затем в Посланиях поясняется, в чем заключается христианская жизнь. А в книге Деяния мы видим живой пример. Что значит учение и наставление без примера? Вот почему Новый Завет не может быть полным, завершенным без этой книги. И чтобы понять остальную Библию, книга Деяния может быть использована в качестве ключа, раскрывающего ее значение. Так что эта книга является бесценным сокровищем для нас. Так вот, дорогие друзья, здесь мы имеем подлинный и потому надежный пример истинного христианства. Христианство согласно Божьим планам и намерениям. Многое выставляется под вывеской «христианство», но, увы, вовсе не похоже даже на него, если сравнить с оригиналом, который мы находим здесь, в этой книге. Поэтому, дорогие мои, обратимся к подлинному источнику. Однако мы должны напомнить себе некоторые истины перед тем, как приступить к такому разбору. Говорят, например, что история повторяется. С одной стороны, в этом есть доля правды. Но в то же время можно также с полной убежденностью сказать, что история никогда не повторяется. Многие библейские события прошлого никогда не повторятся. Возьмем, к примеру, явление Иисуса Христа, Спасителя мира на эту землю. Это событие неповторимо. Он больше никогда не явится на эту землю таким же образом. В Библии сказано, в Послании к евреям, 9 главе, Он же, то есть Иисус Христос, однажды к концу веков явился для уничтожения греха жертвою Своею. Однажды – это значит, что воплощение Иисуса Христа произошло однажды, когда Он родился от Девы Марии, жил здесь на земле, умер, воскрес и был восхищен. Этот исторический факт неповторим. Он однажды принес Себя в жертву за грехи наши смертью Своею, раз и навсегда. В этом контексте интересно отметить, что в конце 9 главы Послания к евреям сказано, что Он явится во второй раз, но совсем не так, как в первый раз. Для того, чтобы Ему еще раз умереть за грехи мира, Он уже совершил это и тем самым полностью удовлетворил правосудие Божие. Но второй раз Он явится во славе. Это событие еще в будущем. Точно так же в книге Деяния есть события, которые неповторимы. Возьмем первое великое и самое знаменательное событие в самом начале этой книги – День Пятидесятницы и излияние Духа Святого. Это событие никогда больше не повторится. Дух Святой сошел на эту землю, как предсказал Иисус Христос и как было предсказано еще в Ветхом Завете пророком Яилем. И Он теперь здесь. Он среди нас и в нас, если мы Его дети. Сошествие Духа Святого больше никогда не повторится. Поэтому нет смысла просить, чтобы Дух Святой сошел с небес. Он уже здесь. Например, песня «О, Дух Святой, сойди с небес» – она красива и сентиментальна, но она не верна. Это не значит, что мы ее не должны петь. Я уверен, что Господь знает, что мы ею хотим сказать. Дальше следует также отметить, что повторяющиеся переживания, такие, например, как обращение, исполнение Духом Святым, исцеление, чудеса, хотя они и повторяются, но не в одинаковой форме и в одинаковом виде. На этом многие спотыкаются, думая, что если их переживание не было точно таким же, с теми же признаками и явлениями, как пережили подобные первые христиане, значит, их опыт не был подлинным. Это ложное понятие. Мы ни в коем случае не имеем права диктовать Богу, как Он должен совершать то или иное в нашей жизни. Это Его суверенная воля. Он поступает так, как Ему угодно. И эту истину мы обнаружим на всех страницах книги Деяния. На каждой странице мы встречаемся с Деяниями Духа Святого. И каждое его действие особое. Нет двух одинаковых. И вот когда мы будем проверять себя, сравнивать наш опыт с опытом тех, которых мы находим в этой книге, давайте иметь в виду самое главное. Важно не то, как внешне проявляется переживание, но важно, действительно ли они, являются ли они деяниями Духа Святого. Интересно, например, отметить, как проповедовали первые христиане. Каждая проповедь, каждое их изречение отличалось от предыдущего. На них по-разному реагировали, и они приводили к разным результатам. Например, после одной проповеди три тысячи душ обращаются к Господу, а после другой слушатели убивают проповедника. В книге Деяния упомянуто, по крайней мере, 17 разных проповедей и речей. И все они отличаются друг от друга, так как они были сказаны в разных обстоятельствах и были адресованы разным аудиториям. Одни были длиннее, другие короче. Но ценность их для нас заключается в том, как проповедовали первые христиане, о чем они проповедовали, и какие были результаты их проповедей. Давайте сравним наши проповеди с их проповедями. Притом, как мы проповедуем, и как проповедовали они. Какие наши результаты, и какие были результаты их. Во что верили первые христиане? И что они проповедовали? И почему сопровождалось их проповедование удивительными и сильными результатами? Вы обнаружите, что тема их была одна и обнимала три основных кардинальных истины. Первое, что Иисус Христос – Мессия, Сын Божий. Вторая истина, что смерть Иисуса Христа была искупительной. И третья истина, что Иисус Христос не только умер во искуплении грехов мира, но и воскрес. Иисус, которого они распяли, жив. Это Он – самый воскресший живой Христос, который был среди них, сопровождая их служение силой и многими знаменями. Это была главная и основная тема их проповеди. Но следует отметить, что эффективное служение слова не зависит только от содержания проповеди. Многие могут честно сказать, что в основном в их проповеди входят эти три кардинальные истины. Но, к сожалению, результатов не видно. Или же они очень незначительны. Почему проповеди этих первых христиан всегда сопровождались успехом? Теперь я не имею в виду успех только в том смысле, что всегда много грешников каялось. Каждый раз, когда они проповедовали – нет. Но одно можно сказать, что их проповедь всегда сопровождалась проявлением особой силы. Ясно, что сила эта не была результатом их богословского образования, красноречия или ораторского дара. Нет, сила их была от Бога. Они были исполнены Духа Святого. Дух Святой давал им дерзновение в проповеди слова. В 4 главе, в 31 стихе сказано «И исполнились все Духа Святого и говорили Слово Божие с дерзновением». И дальше «И апостолы с великою силою свидетельствовали о воскресении Иисуса Христа». И это, имейте в виду, во время преследования. С какой силой, с какой убедительностью проповедовал Петр, например, в день Пятидесятницы, что тысячная толпа народа, слушая его насыщенную библейскими цитатами проповедь, умилилась сердцем и воскликнула «Что нам делать, мужи и братья?» Да, обыкновенная проповедь со всеми тремя основными истинами – божественность Иисуса Христа, Его искупительность, смерть и Его воскресение. Но сказано, она была в силе Духа Святого, и поэтому она привела тысячи душ к покаянию. Это не значит, что если мы скажем подобную проповедь в той же силе Духа Святого, как сказал Петр, то у нас будут точно такие же результаты – три тысячи обратятся к Господу. Нет. Но одно мы можем с уверенностью сказать, что результаты будут. Слово, сказанное в силе Духа Святого, никогда не останется бездейственным. Оно совершит свое дело. Как мы, дорогие братья, проповедуем? Да, мы можем быть верны Слову, содержание проповеди как будто согласуется с основными истинами Слова, но это еще не гарантирует результатов. Сопровождается ли наши проповеди силой Духа Святого? Можем ли мы сказать, что наше благовествование не в слове только, но и в силе, и во Святом Духе, и со многим удостоверением, как мог сказать апостол Павел? Имеем ли мы эти удостоверения, которые может дать один только Дух Святой? Братья, давайте проверим себя хотя бы в этом. Еще одно. Если вы проанализируете проповеди этих первых христиан, то вы обнаружите, что они были насыщены Словом. Они знали Священное Писание. Без того, чтобы лезть в карман за текстом, они могли цитировать наизусть одно библейское место за другим. Вы заметили, например, как апостол Петр цитирует целый ряд мест из Ветхого Завета и притом из разных книг в своей проповеди, сказанной в День Пятидесятницы? О чем это говорит нам? А о том, что они хорошо знали Священное Писание до того, как приняли Духа Святого. Что если бы он до излияния Духа сказал подобную, прочно основанную на Слове Божьем проповедь? Как вы думаете, какие были бы результаты? Думаю, что она, подобно камню, брошенному в воду, оставила бы только быстро исчезающие волны, и после короткого времени все бы стало мирно и спокойно. Без Духа Святого, Слово без жизни, оно мертво. Но также обратите свое внимание на то, что эти верующие из Первоапостольской Церкви были людьми молитвы. Заметили ли вы, как часто в этой книге говорится о том, какое значение молодая церковь придавала молитве? К концу второй главы, после излияния Духа Святого сказано, и они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и проломлении хлеба, и в молитвах. Молитва у них была на первом месте. Эта же мысль повторяется и в последних двух стихах этой же главы. И каждый день единодушно пребывали в храме, «И преломляя по домам хлеб, принимали пищу, веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у сего народа». Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Что делали они в храме? Они молились, хваля Бога. Это подтверждается первым же стихом следующей главы. Слушайте, Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы девятой. Что, например, делает церковь, когда враг нападает на нее? Сказано, они единодушно возвысили голос к Богу. И посмотрите, какая сила была в их молитве. Послушайте, и по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили слово с дерзновением. Да, молитва не только была у них на первом месте, но они пребывали в ней постоянно. Они молились при любых обстоятельствах, как церковной, так и в личной жизни. Например, с самого начала служители приняли важнейшие решения. Слушайте, а мы постоянно пребудем в молитве и служении слова. Никогда не забудем, что Дух Святой, он же и Дух молитвы. Если мы им исполнены, то у нас тоже молитва будет на первом месте. Смотрите, когда Петр арестован, он находится под суровым надзором, и при том скован цепями, а утром его ожидает казнь. Что делает церковь? Она не обращается к властям за помощью. Никто, ни один человек ей не помог бы. У нее был один единственный выход. Слушайте, и так Петра стерегли в темнице. Между тем церковь прилежно молилась о нем Богу. И Господь совершил чудо. Да, церковь, исполненная Духом Святым, всегда будет известна как молящаяся церковь. И в этом, дорогие братья и сестры, нам дан тот же Дух Святой. Почему же у нас не проявляется такая сила в молитве? Почему мы так мало молимся? Ответ мы найдем, если зададим себе другой вопрос. Какое место занимает в нашей жизни молитва? А чтобы найти ответ на этот вопрос, следует спросить себя, какое место занимает Дух Святой в нашей жизни? Вы понимаете, все указывает на главный исходный пункт. Владеет ли нами Дух Святой? Исполнены ли мы им? История книги Деяния можно объяснить одним словом, одной личностью Дух Святой. Вот что делало христианство первого века, о котором мы читаем на страницах книги Деяния, сверхъестественным. Она говорит о Духом Зачатой, Духом Исполненной, Духом Вадимой Церкви. Этим объясняется ее сверхъестественность. Притом, эта сверхъестественность была для нее нормальным состоянием. Для Петра и Иоанна, видевших хромого, просящего милостяне, было совершенно нормально сказать, во имя Иисуса Христа Назарея, встань и ходи, и ожидать, что так и будет. Может быть, вы думаете, что этот случай был исключением? О, нет! Сказано, руками апостолов совершались в народе многие знамени и чудеса. И такое сверхъестественное христианство не утаить в глуши. Народ ожидал, что по молитвам этих верующих или даже хотя бы в их присутствии произойдет нечто невероятное. миру было ясно, что эти люди имеют дело с живым Богом. Так что выносили больных на улицы и полагали их на постелях, чтобы хотя тень проходящего апостола осенила кого из них. Также многие сходили с Верусалим из окрестных городов, неся больных и одержимых нечистыми духами, и все исцелялись. О Стефане сказано, что он совершал великие чудеса и знамени в народе. И это не был один из апостолов, но один из семи избранных для материального служения в церкви. Но дело не в этом. Весь секрет в том, что о нем сказано, он был человек, исполненный духа, мудрости и силой. Я знаю, что некоторые возразят, что, мол, это было для апостольского времени. Почему? Кто так сказал? Это человеческие мнения. Библия нигде не говорит, что чудеса предназначались только для христиан первого века. Это наше неверие создало такую теорию. Да, я совершенно согласен, что дух поступает так, как ему угодно. И не всегда его воля в том, чтобы обязательно совершались подобные чудеса. Но тем самым можно ли сказать, что теперь его воля не совершать чудеса вообще? В одном я уверен, что Дух Святой желает сделать для нас несравненно больше всего того, о чем мы можем просить или помышлять. Возлюбленные, мы никогда не убедим мир иначе, кроме как сверхъестественным христианством. Люди не интересуются нашими организациями, союзами, обрядами и мертвыми богослужениями. Они хотят видеть и ощутить жизнь. Они хотят знать не только об историческом Христе, как о живом Христе, который может помочь им сейчас в их настоящей нужде. Только Дух Святой через исполненных им детей Божьих может сделать Христа видимым и реальным. О, как много от нас, дорогие друзья, зависит спасение или гибель душ, с которыми мы соприкасаемся. Является ли наше христианство сверхъестественным? Оно не только может быть таковым, но оно должно быть таковым. Где Дух Святой, там жизнь, дорогие друзья. Каково твое христианство в сравнении с тем, о котором мы узнаем с первых страниц его истории в книге Деяния. Субтитры создавал DimaTorzok